Добрый вечер! Это программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. Сегодня мы поговорим о постановлении Кабмина номер 365. Для внутренне перемещенных лиц, я думаю, не нужно расшифровывать, ибо это то, что значительно усложнило жизнь наших сограждан, проживавших ранее на временно неподконтрольных территориях. Ну а для прочих, вкратце, наверное, нам даже расскажут, лучше, чем я расскажут наши гости, которых я с большим удовольствием представляю, представители благотворительного фонда «Право на захист», руководитель Харьковского офиса Любовь Бутенко. Здравствуйте! Добрый вечер! И адвокат, все-таки уже Харьковского регионального офиса благотворительного фонда «Право на защиту» Оксана Желанова. Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте! Вот 365-е постановление, о котором я уже слегка проанонсировал, как значительно усугубившее положение внутренних перемещенных лиц. Что там, собственно говоря, такого страшного написано? Ну, собственно говоря, может быть предыстория, почему оно появилось, это постановление. В феврале 2016 года появились некие списки СБУ, согласно которым очень много внутренних перемещенных лиц были лишены выплат, как социальных, так и пенсионных. Соответственно, гражданское общество, неправительственные организации начали говорить о том, что необходимо придумать процедуру, чтобы она была одинакова для всех, чтобы эти выплаты нормально начислять, и чтобы не было таких случаев с переостановлением, а если не были, то это было обосновано. В результате этого, 8 июня 2016 года, появилось указанное постановление, и как мы недавно шутили, вот практически оно уже на днях, ему исполнилось тоже 365 дней, да, как-то так. Соответственно, это постановление, прописана процедура, которое предусматривает создание при управлении соцзащиты, на территории которых зарегистрировано внутренне перемещенное лицо, создание комиссии рабочих групп, которые приходят на место проживания внутренне перемещенного лица, указанного в его справке, и проверяют на месте человек или нет. То есть, другими словами, переселенец должен находиться все время дома, ждать, когда его придут, проверят. Если он не находился дома, ну, например, на работе был, или на рынок вышел, или в магазин, ну, человек не должен быть привязан к дому, да, то, соответственно, комиссия должна была оставлять записку о том, что к нему приходили, пожалуйста, явитесь в управлении соцзащиты, ну, каким образом ее оставляли, это тоже уже вопросы оставляли ли. Соответственно, люди, которые не приходили в течение трех дней в управлении соцзащиты, не кричали, я здесь, им выплаты приостанавливались, человек не понимал, почему это происходит. Если вдруг человек приходил, заявлял, я здесь, проверьте меня еще раз, его проверяли, то была такая возможность на заседании комиссии, которые созданы при районных администрациях, восстановить эти выплаты. Но, собственно говоря, лишение выплаты, то тоже по решению такой комиссии. Вот, в общем-то, такая не очень приятная процедура. Это без предупреждения, это не просто не прописано, это практика такая? Да, некоторые управления соцзащиты предупреждали, но, в принципе, в постановлении это не прописано, что должны предупреждать. Ну, видимо, собственно говоря, логика была такова, что без предупреждения можно как раз и проверить, проживает лицо действительно или нет, поскольку если позвонить, то человек будет предупрежден. Но если человек там не проживает, то он вряд ли ей ответит, По большому счету, если это стационарно. Я прошу прощения, вот когда эта вся история началась, со списками, которые проверяли, такая была, ну я понимаю, что это не юридическая формулировка, но она весьма была эмоциональная, это списки мертвых душ. То есть это те люди, которые номинально числились здесь, на самом деле здесь не проживали, а получали как-то деньги, то есть в общем-то ни за что. Насколько это все справедливо? К сожалению, это не совсем так, потому что в эти списки зачастую попадали люди, которые не просто мертвые души, вот как вы говорите, а которые вообще никогда не покидали подконтрольную территорию с того момента, как они сюда приехали. Были люди, которые физически не могли даже выйти из дому. У нас была женщина, которая инвалид, которая не выходила из дому, потому что она передвигалась на коляске, и тем не менее она попала в эти списки. Поэтому каким образом формировались списки и по каким критериям люди туда попадали, и остается загадкой и до сегодняшнего дня, когда вот уже вторая волна списков благополучно имеет место быть, к сожалению. То есть есть постановление, которое определяет специальный режим для отдельной категории граждан, не такой, как у всех прочих, специальный режим начисления социальной выплаты, имеется в виду это по инвалиду, любые пособия в принципе. Секунду, я добавлю, самая огромная, на наш взгляд, проблема, одна из самых огромных, это то, что ко всем социальным выплатам причислена и пенсия. Понимаете? Пенсия вообще относится к другим выплатам, и она действительно предназначена для того, чтобы быть выплаченной, поскольку человек ее заработал. Но пенсия, к сожалению, тоже зависит от того, находится человек на месте, указанном в справке или не находится. А требуются ли какие-то там, не знаю, дополнительные аргументы, вот человек является после трех дней, например, да, или в течение трех дней является, какие-то доказательства того, что он на самом деле, не знаю, вышел в этот момент в магазин, и тогда они были на неподконтрольной территории? Вот это как раз один из тех моментов, которые не до конца урегулированы. Не прописано требование предоставлять какие-то доказательства. И, соответственно, мы, как правозащитники, можем говорить о том, что никаких доказательств не требуется. Нужно просто прийти и сказать, я здесь, проведите мою физическую идентификацию, так называемую. И, в общем-то, по имеющимся у нас данным, какой-то период эта физическая идентификация проводилась, однако в какой форме она должна быть проведена, тоже не указывалась, поэтому некоторые УСЗНы заводили отдельные журналы, и там записывали явившихся людей. То есть, фактически это получается, ввиду отсутствия четкой инструкции, это отдано на самостоятельное усмотрение того или иного отдельного чиновника, он может решать, обманываете вы или говорите правду, выплачиваете вам или не восстанавливать выплаты и так далее, да? На самом деле решает не отдельный чиновник, а принимает решение комиссия. Ну, это уже чуть-чуть лучше. Но каким образом будут прорабатываться те или иные технические моменты, не прописано в постановлении, вот так же, как это физическая идентификация, так же, как вот Люба говорила, что указано, что нужно оставить уведомление о том, что приходил проверяющий и не застал дома, но как оставить, нигде не написано. Бросить в ящик, оставить соседям, послать по почте, этого нет. В порядке возобновления выплат идет речь о том, что если в течение вот этих трех дней человек не явился, то УСЗН обязана направить рекомендованным письмом. Ну, вот хоть что-то. Что вы делали на протяжении этого года в ситуациях, когда к вам обращались люди, у которых эти выплаты отменили? Ну, давайте начнем с того, что за пять месяцев этого года, в общем, в организацию, это в пять областей, где есть наши офисы, обратилось более десяти тысяч внутренне перемещенных лиц с такими проблемами. Если говорить о Харьковском офисе, то это около 800 человек, это которые только обратились к нам. Естественно, выплаты были прекращены большему количеству, и не все просто обращались. А по поводу юридической помощи, наверное, адвокат расскажет. Да, Оксана, пожалуйста. Как мы вмешивались? Ну, в первую очередь, особенно поначалу, мы, конечно, пытались вразумить управление соцзащиты заявлениями. В некоторых случаях это срабатывало, но, к сожалению, это малый процент. Поэтому мы рекомендовали и продолжаем рекомендовать за защитой своих прав обращаться в суд. Большое спасибо судебной власти за то, что, в общем-то, дела рассматриваются вот этой категорией именно возобновления социальных выплат, в том числе и пенсий, достаточно быстро на территории Харьковской области. И, как правило, суды идут на то, чтобы либо предоставить отстрочку по оплате судебного сбора, либо вообще освободить от оплаты судебного сбора. То есть для врачей, да, бесплатно для человека, который обращается. А сколько длится такой суд, и насколько это сложно вообще мероприятие? Ну, единого срока нет, но, в общем-то, наша практика показывает, что это где-то месяц-полтора. Да. Ну, бывают, конечно, и дольше, бывают технические сложности, есть суды, в которых сейчас просто мало судей, они не успевают. Но, тем не менее, срок достаточно небольшой по сравнению с тем, сколько люди не получают социальные выплаты, в принципе. Поэтому мы считаем это эффективным достаточно способом на данный момент. Но вы, однако, реагируете, фактически, получается, по факту обращения к вам. То есть это, пусть и массовые, но это одиночные реакции на то, что происходит в этой ситуации с каждым конкретным гражданином. А что в целом с системой вообще? То есть вот год прошел, и что? Смотрите, после того, как это постановление появилось, естественно, общественность с ним не согласилась. В том числе наша организация посчитала, что он и с дискриминационным, несоответствующим нормам Конституции и законодательства Украины. Поэтому был подан в августе 2016 года нашими юристами в Киеве иск против Кабинета министров. Как раз сегодня должно было быть очередное рассмотрение этого иска уже по сути. Но, к сожалению, видимо, не очень спешат рассматривать и как-то улучшать положение внутренних перемещенных лиц. Поскольку юристу, который представляет интересы нашей организации в этом суде, позвонили и сказали, что в коллегии председательствующий заболел и заседание перенесено на 25 июля. Будет ли оно рассматриваться по сути 25 июля, мы тоже не можем гарантировать. И есть уже такие подозрения, что все-таки как-то умышленно затягивается этот процесс. А есть конечный срок действия самого постановления? Или это необходимо для его отмены отдельное постановление? Да, необходим отдельный нормативный акт для того, чтобы изменить или отменить. То есть оно само по себе бессрочно. Но вы выбрали именно судебный путь разбирательства и решения этой проблемы. Хотя она фактически, по сути, весьма серьезную политическую составляющую содержит. И когда вы говорите о том, что общество отнеслось к этому отрицательно, ну, наверное, это не все общество далеко, который такую реакцию проявил. Потому что, насколько я помню, были люди, которые выражали удовлетворенность тем, что вот эти самые пресловутые мертвые души, их отсекли, и никто не будет получать ни за что какие-то начисления. Понимаете, безусловно, сколько людей, сколько мнений. Мы никогда не затрагиваем политику и не играемся в нее. Мы аполитичны, и для нас абсолютно все граждане Украины, каждый переселенец, с которым мы работаем, абсолютно одинаковые имеют права. И у нас нет предвзятости в отношении того, какую политическую силу он поддерживает или какие у него политические взгляды. Но если говорить о том, что это не нравится общественности, что это, как вы говорите, мертвые души, безусловно, можно говорить только в части адресной помощи, которую государство платит переселенцам на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Понятно, что если брать город Харьков, ну, в принципе, районные центры, я не думаю, что этих денег хватает. Эта сумма 884 гривны и для работоспособных 442 с последующим уменьшением, что этой суммы, в принципе, хватает на оплату жилья и коммунальных услуг. Это очень маленькие суммы, но, тем не менее, их платит государственный бюджет. Это есть нагрузка на государственный бюджет. Соответственно, если человек здесь не проживает на контролируемой территории, он не арендует здесь жилье, не оплачивает коммунальные услуги. Логично, что государство не должно им оплачивать эту компенсацию, так называемую адресную помощь. И тогда вот этот контроль, скажем, за местонахождением лица здесь, он, возможно, уместен и логичен. Что касается пенсий, наша организация отставит четкую позицию. Пенсии внутренне перемещенных лиц вообще не должны быть привязаны к их справке внутренне перемещенных лиц. Потому что если просто гражданин Украины, например, живший, не знаю, в Харькове, переехал жить во Львов, он там прекрасно будет получать свою пенсию. Без справки внутренне перемещенного лица. Поэтому вот вопрос, почему за переселенцами такой контроль в отношении пенсии? Возможно, потому что там особое, собственно говоря, обстоятельство. Я, право, тоже не могу придумать какую-то политическую в этом деле подоплеку. Но, насколько я помню, там были какие-то серьезные проблемы с документацией, в частности, с документацией пенсионного фонда. И вот с этим связывали какие-то сложности с начислением, во всяком случае с размерами, да, вот с цифрами конкретными, которые должны были получать. Единственное, к чему можно было привязаться, это к отсутствию пенсионного дела в бумажном виде. Но уже давным-давно, достаточно давно, существуют пенсионные дела в электронном виде, по которым, собственно, и осуществляется выплата пенсии внутренне перемещенным лицам. Я согласна с тем, что, возможно, не был обеспечен доступ к именно бумажным вот этим пенсионным делам, но никаких проблем с выплатой это не повлекло. То есть выплачивать пенсию, начислять и выплачивать по электронным делам можно. И фактически это и делается. Но я абсолютно согласна с Любой, если гражданин Украины переехал из Харькова во Львове, спокойно получает, то почему должен страдать гражданин Украины, переехавший из-за боевых действий и и так пострадавший, должен еще большую нагрузку нести, еще больше страдать и не получать пенсии. То есть быть лишенным единственного источника своего существования зачастую. Ну, более того, я хочу добавить, что кроме этих проверок, которые происходят по месту проживания внутренне перемещенных лиц, буквально все внутренне перемещенные лица привязаны к отчетбанку, они имеют счета только в отчетбанке. Более того, все пенсионеры имеют там так называемое электронное пенсионное удостоверение. И, соответственно, они тоже проходят в отчетбанке физическую идентификацию. Если у человека нет электронного удостоверения пенсионного, это каждые три месяца он приходит в отчетбанк и говорит, я здесь, показывает документы, там через посттерминал проводит операцию определенную. То есть удостоверяется, что он здесь. Если говорить о пенсионерах, которые имеют пенсионное удостоверение электронное, это физическая идентификация происходит каждые шесть месяцев. И это уже контроль определенный, затем человек здесь или нет. Поэтому тоже возникает вопрос по этим дополнительным еще проверкам. Как бы двойной, тройной контроль, я не знаю, какой происходит. Вот я прошу, у меня вот эти банковские проверки, это только в отношении внутренней перемещенных. Потому что на самом деле есть определенные процедуры для всех вкладчиков, у которых есть депозит. Вкладчики и пенсионеры, это не совсем одно и то же. Они не являются вкладчиками, они просто получают пенсию, понимаете? Ну мне здесь сложно. Это просто не депозит. Это обычные пенсионеры. Я просто пытаюсь это выяснить. Это однозначно является дискриминационным, именно по месту проживания. Окей. Да, что же, собственно говоря, дальше? Суд, насколько я понимаю, достаточно долгая перспектива. И как быть? То есть получается, что вы по-прежнему работаете вот в этом режиме постоянно конвейерного разрешения дела, людей, которые к вам обращаются, да? Ну, конвейерное разрешение дела, оно тоже позволяет накопить определенную практику, которая может стать предметом для давления на кабинет министров, что все-таки вот суды стоят на такой позиции, мы просим ее придерживаться. Далее, как последняя инстанция, это Европейский суд по уровню человека, который может заставить кабмин принять законодательство, которое не дискриминирует переселиваться, учитывая судебную практику уже национальных судов. Ну, это вопрос нескольких лет, опять же, как минимум. То есть если год, по крайней мере, да, вот длится история с одним постановлением, то рассмотрение... Ну, безусловно, я же говорю. У нас в Киеве работают грамотные юристы, которые занимаются адвокацией, постоянно встречаются с представителями кабинета министра Верховной Рады. То, что пока суд не рассматривает, все равно есть проекты, законодательства нового, которые обсуждаются сейчас в комитетах. Есть проекты иных нормативно-правых актов, когда они будут приняты, это тоже вопрос, но наши юристы в Киеве тоже работают над этим в других группах. Ваша одна из главных целей – это возвращение или создание режима, опять же, равного для всех, насколько я понимаю, особенно в вопросах, которые касаются начисления пенсий. Касается ли ваша позиция тех людей, которые сейчас живут на неподконтрольных Украине территориях, в том числе на территории аннексированного Крыма и, соответственно, Донбасса? К сожалению, наша организация работает только на контролированных территориях, поэтому мы можем работать с людьми, которые к нам обращаются здесь. Как люди себя чувствуют там и чем они там живут, мы не можем контролировать, к сожалению, и сказать о своей позиции мы не можем. Если к вам приходит гражданин Украины, который проживает в Крыму, говорит, мне два года или три года мне не платили пенсии. Если он приходит сюда, значит, он уже здесь. И вы возьметесь за его дело? Конечно, безусловно. Если он находится здесь на контролированной территории Украины, безусловно, он будет нашим клиентом. Люди, которые приходят к вам, на какую помощь, какого рода они могут рассчитывать? То есть это исключительно судебное сопровождение какое-то? Это полный спектр юридических услуг, начиная от консультаций, составления обращений в государственные органы и, естественно, в суд, и представительство в суде в том числе. Вот из тех, которые обращаются с числа внутренне перемещенных лиц, по нашему сегодняшнему вопросу, по вот этим сложностям, связанным с постановлением, каков процент? Люди, которые, не знаю, половина, треть, каждый второй, который приходит к вам. Обращений в суд? Да. Нет, имею в виду, что они обращаются именно к вам с этой проблемой. Обращаются, ну, около половины. Даже, пожалуй, больше. Около половины вопросы касаются именно пенсий, как минимум консультирования о правах. И еще значительная часть касается выплат других социальных, в том числе и адресной помощи. Ну, там нюансы, о которых Люба уже говорила. Ну, кроме юридической помощи, еще у нас работают сотрудники, которых мы называем мониторы. Они работают по всей Харьковской области, во всех районах. Общаются там как с государственными органами, это управление соцзащитой, пенсионные фонды, также переселенцы, которые там проживают. И, скажем, выявляют проблемы не только внутренне перемещенных лиц, а и госорганов, которые с ними работают. Почему? Потому что в тех же управлении соцзащиты, при которых создаются рабочие группы для проверки места проживания, зачастую не хватает сотрудников, которые это могут делать. У них нет транспорта, у них нет сотрудников. Эти проверки в связи с этим могут затягиваться на длительное время, в течение которого переселенцы не будут получать выплаты. Поэтому у нас мониторы информируют переселенцев о их правах на местах. У нас есть определенные брошюры, буклеты, которые раздают они переселенцы. Также консультируют госорганы в некоторых случаях, потому что законодательство меняется насколько быстро, что даже сотрудники госорганов, которые с утра до вечера, не отрывая голову от компьютера, занимаются своими делами, не успевают эти законы и нормативные правоакты читать. И, соответственно, у них иногда такой правовой немножко пробел происходит. В связи с этим есть организация, так называемая, правосессия групповых, когда мы приглашаем туда госорганы, также переселенцев, потому что обсуждать без них то, что касается их, не очень правильно. Поэтому переселенцы рассказывают о том, что их волнует. Госорганы тоже высказывают свою позицию, почему они где-то что-то не успевают и так далее, что зависит от них, что нет. Плюс наши юристы включаются, рассказывают об изменениях в законодательстве. И уже по практике эти правовые сессии очень полезны для всех сторон. Также в результате этих сессий иногда получается очень хорошая адвокация, когда, например, какой-то вопрос не решался там, и в процессе правовой сессии такой он решается. Ну, например, у нас был случай по Изюмскому району, где в отдаленном селе жил ребенок-переселенец, и автобус не забирал его в школу, потому что нужно было круг давать. В результате переговора с местной администрацией автобус стал заезжать за этим ребенком и возить его в школу. То есть, ну, такие мелкие, вот, свечи сейчас рассказывают. Но достаточно много случается, когда выясняешь в процессе групповой сессии, что проблема есть, и потом мы пытаемся ее решить здесь на местном уровне. Не всегда все проблемы решаются через Киев. Ну, судя по тому, собственно, о чем мы сегодня говорим, иногда только усугубляются, да, если решение искать через Киев. Но будем надеяться, что так или иначе справедливость восторжествует, и главное, что восторжествует закон, который один для всех. Спасибо вам огромное за то, что сегодня были гостями нашей студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин